Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня в гостях Алмаю клинический психолог одного из реабилитационных центров Алматы по лечению зависимости Меркулова Майя Александровна. Здравствуйте! Здравствуйте, Майя! Сегодня мы поговорим об очень непростой, но актуальной теме нашего времени об игровой зависимости. Майя, расскажите, пожалуйста, подробнее, что у себя включает игровая зависимость? Для начала хотела бы поблагодарить вас за приглашение. Мне очень приятно, что университеты сейчас придают огласке данную тему, что касается игромании, наркомании. И ваш университет Алмаю первый, кто пригласил меня, хочу заметить. Поэтому еще раз спасибо за такой широкий прием. Очень приятно. Что касается болезни игромании, все-таки это болезнь, она сродни тому же алкоголизму и той же наркомании. Потому что поведение игромана, оно очень схоже с поведением человека с наркотической зависимостью. Поэтому игромания на сегодняшний день считается заболеванием, то есть это патологическое влечение к ставкам. И болезнь эта хроническая, прогрессирующая, рецидивирующая. Кто-то называет ее смертельной, а кто-то неизлечимой. Это уже кому как удобно. Другое дело, что когда человек входит в состояние патологии зависимости и неуправляемости, то есть безумия в том числе, то, к сожалению, без особого подхода и лечения он уже самостоятельно справиться не в состоянии. Он не может. Поэтому обычные какие-то консультации с психологом, они здесь не работают. Потому что игроманы – это особый тип людей с особенным восприятием мира. У них совершенно такой особенный характер и подход к определенным интересам. То есть у них подачи совершенно иная. Нередки случаи, когда люди, даже имеющие семьи, имеющие определенный статус в обществе, пытаются покончить жизнь с обмописком на фоне долгов, на фоне того, что они загнаны в угол в психологическом плане, когда они не могут самостоятельно с этим справиться. И часто идет подкрепление со стороны близких, которые, к сожалению, не готовы воспринимать своего близкого человека как зависимого, оправдывают максимально все его поступки, пытаясь закрыть его долги, говоря о том, что вот мы сейчас закроем твои долги, ты нам поклянись только, что ты больше этого делать не будешь. Или емщегедово исходим, вот обязательно нам помогут. Просто я таких случаев знаю массу. Понятное дело, что все это повторяется. И для близких хочу заметить, чем больше и чем чаще вы закрываете долги за своих близких людей, которые делают ставки, тем больше этих долгов будет в будущем. То есть они не станут меньше. Майя, вот вы говорите, что родственникам тяжело признать этот факт, что человек зависим. А сам человек насколько готов признаться самому себе? Как человеку самому определить вот эти сигналы, симптомы, признаки, что он уже в психологической зависимости находится? Чаще всего люди зависимые страдают глубоким отрицанием того, что у них есть проблема. И понятное дело, они максимально пытаются оправдывать свои действия и поступки, давая ложные обещания своему близкому окружению. И не всегда на начальных этапах, на первой той же стадии они осознают, что у них есть патология. Поэтому для самого зависимого человека первым шагом на пути к избавлению от этого является признание того, что у него действительно есть проблема. Кто-то это называет проблемой, кто-то открыто говорит, да, я зависимый. Но к этому моменту нужно прийти. И чаще всего, к сожалению, к этому приходят только тогда, когда наступает определенный пик. Вот когда этих долгов становится слишком много, когда все это выливается в социум, есть уже определенные проблемы, трудности, поступают звонки близким людям, у кого-то это угрозы определенного характера, кого-то уволили с работы и так далее. Ну, то есть как только начинаются проблемы, и все это выходит за рамки... Уже контроля. Да, да. Вот в тот момент человек уже начинает более-менее понимать и осознавать, что действительно что-то с ним происходит не так. Ну, насколько я читала, это прежде всего какое-то туннельное мышление, когда человек мыслит только в рамках игры. Он думает об игре, он придумывает новые игровые комбинации, мечтает о выигрыше. Это одно из признаков таких, знаете, red flag, наверное, в поведении зависимого человека. Игроманы — это те люди, которые считают себя самыми умными, умнее всех на свете. Вот если вы спросите любого игромана, считаешь ли ты себя самым умным? Да. Он вам улыбнется, и вы уже по взгляду и по его мимике поймете, что действительно вы попали в точку. Это правда. Именно поэтому у них присутствуют иллюзия того, что они смогут отыграться. Вот именно они смогут победить эту систему. Главная ошибка любого игромана — это желание отыграться и вот эта иллюзия того, что у него получится. А еще иллюзия контроля. То есть когда игроман говорит, я сделаю это один раз, я смогу это проконтролировать. Вот я один раз сейчас поставлю, подниму, закрою все свои долги. Понятное дело, что ничего, как правило, не закрывается, потому что даже если они выигрывают, это все накапливается, либо они эти деньги не могут вывести, либо они доводят до пика и проигрывают уже все. Я заметила такое свойство характера. Они все очень суеверны. То есть они считают, что есть, допустим, черная полоса, есть фортуна, есть удача. Насколько действительно это правда? Это складывается с повышенной тревожности. То есть человек действительно находит для себя позитивное подкрепление тому, что он делает. Это определенного характера убеждения. Ну то есть если игроман сейчас начнет задавать себе адекватные вопросы, для чего он это делает, как вы думаете, сможет он себе ответить или нет? Поэтому это некоторые защитные барьеры. Так удобно думать. Про фарт, про азарт, про магию и так далее. Это лишь для того, чтобы хоть немножечко снизить свою тревожность. Ну то есть дать себе позитивное подкрепление тому, что я делаю правильно, и мне все получится. тревожность и, наверное, ответственность за проигрыш. То есть он с себя снимает и говорит, сегодня неудачный день. У зависимого человека вообще с ответственностью большие сложности, у всех зависимых людей. Первый навык, который им прививается, это как раз-таки ответственность. По крайней мере за себя, за свои мысли, за свои чувства, за свои действия. Я уже не беру других людей. Да. Поэтому, а как назвать человека, который, проиграв большую сумму денег, начинает закладывать дома, машины, золото супруги, бежать к родителям, просить в долг денег. Игроки, они не всегда идут за выигрышем и деньгами. Может быть, они идут за эмоциями и какими-то острыми ощущениями, когда начинают играть. Это своего рода уход от реальности. Ровно тот же самый, как у алкоголика алкоголь, у наркомана наркотик. Так и у игромана. Уход от реальности – это ставки. Понятное дело, что многие из них вам скажут, что да, все-таки основой являются деньги. Ну, то есть легкий выигрыш, легкая добыча этих денег. Потому что чаще всего это люди, которые, они азартные. Они не хотят вкладывать слишком много своих сил, труда, нервов, времени для того, чтобы эти деньги заработать каким-то иным путем. Ведь сейчас идет такая агитация своего рода в социальных сетях в том числе, когда пропагандируется реклама того, что вот можно ничего не делать, сделай ставку, лежи на диване, заработай много денег, и вот, пожалуйста, путешествуй. И будешь миллионером. Да, да, да. И у нас молодежь, особенно, у которой психика не сформирована до конца, и критическое мышление еще не сформировано, они этому всему верят. Особенно, когда показывают скрины из Каспи Голда о том, что смотрите, я за месяц поднял или подняла там 30 миллионов тенге. Понятное дело, что, я вам больше скажу, я когда провожу группы для близких зависимых людей, и у меня мамочки сидят, которые видели подобную рекламу, они мне говорят, слушайте, вот я посмотрев, у меня у самой появилось желание, хотя я независимый человек, в плане, я никогда не делала эти ставки, у меня никогда не было интереса. Но посмотрев, насколько это все грамотно оформлено, какая идет мощная пропаганда этого всего, и с каждым годом вот эта вот история, она, конечно, и увеличиваются запросы. Если раньше у нас на лечение попадали люди с алкогольной зависимостью и наркотической, с токсикоманией были, то сейчас вы, зайдя в любой реабилитационный центр, увидите кого? Игроманов. То есть это могут быть и дети из хорошей семьи, благополучно, с хорошим воспитанием. Ну знаете как, насчет вот благополучия в семье, я всегда близким на лекциях объясняю, что в хорошей, благополучной семье зависимый человек не заведется. Давайте так. Да? Мне кажется, многие сейчас поспорят и не согласят. Но слушайте, если вы имеете в виду какой-то финансовый достаток и уровень жизни семьи, это еще не говорит о том, что она благополучная. То есть обычно какие-то конфликты за этим стоят в семье? В любом случае взаимодействие. Слушайте, зависимость строится на трех китах. Генетика, воспитание, окружающая среда. Потому что дети, как бы, всегда впитывают поведение своих родителей. Всегда. То есть вы хотите сказать, что родители тоже демонстрируют какое-то зависимое поведение? Провоцируют ребенка на это? Я думаю, знаете как, здесь все-таки про элементы контакта с ребенком. Ребенок всегда видит, как себя чувствует родитель, как он себя ведет, чего он хочет. Если родитель, к примеру, холодный, игнорирующий, который думает только о своих неких потребностях или у него есть задача только прокормить и обеспечить финансовую сторону семьи, это как раз-таки тоже повод для того, чтобы ребенок потом, когда он там уже перешел этап подросткового возраста, чувствовал себя одиноким. Вы спросите любого зависимого человека, вам каждый из них скажет, я всегда себя чувствую одиноким. Одиноким, где-то ненужным. Всегда. То есть это какой-то эмоциональный голос, да? Вообще, работая с игроманами на протяжении стольких лет, я вам могу сказать, что не только с игроманами, а вообще в целом с зависимыми людьми, это люди с определенной посттравматикой. Это люди с психологическими травмами. И они могут быть разными. Я ни в коем случае сейчас не хочу обвинять родителей. Другое дело, я говорю о контакте, о близости, психологической близости, когда люди интересны друг другу, когда мне интересно нисколько, какие оценки получает мой ребенок и станет ли он чемпионом и получит ли он первое место на каких-то соревнованиях, а то, как он себя чувствует, что он чувствует, чего ему не хватает, а чего наоборот хватает. Разговаривать. Ребенок должен понимать и знать, что его любят вне зависимости от того, на пятерке он учится или на двойке, первое место он где-то занял, или третье, или вообще никакое место не занял. У нас же родители, как правило, навешивают на детей что? Свои нереализованные желания и потребности. Ну, то есть, я не смогла стать чемпионкой номер один, давай-ка ты стань. Или вот я всю жизнь мечтала, или наоборот, я закончила школу с красной медалью, давай-ка и ты. Вот продолжаем, так сказать, рот таких вот интеллигентных, образованных людей. А что делать в таком случае, если уже ребенок оказался в зависимости? Первое, это признать, что да, мы столкнулись с этой бедой, и с этой бедой, к сожалению, у нас сейчас сталкивается каждая вторая семья в Казахстане, это правда, то есть, это не обязательно только игромания, это может быть любая другая форма зависимости, поэтому признаем, что да, подобное есть, и нужно обращаться за помощью, не нужно думать, что кто-то там емще, или там какая-то магия, какие-то свечки спасут там твоего ребенка или там мужа, смысла нет там ему лаврушку под подушку класть, я просто говорю, наслышано там о разных методах, да, не травмируйте, к сожалению, и так, здесь должен быть долгосрочный подход, и сознательный, конечно, сознательный, и вот здесь важно понимать, когда вы обращаетесь за помощью, и ваш близкий человек начинает лечение, вы должны ровно так же подключаться к этому процессу, то есть, все близкие и зависимых людей являются созависимыми людьми, так или иначе. Они тоже в какой-то степени, наверное, поддерживают такое поведение. Однозначно. Уходить в более такую глубокую психологию. Конечно, конечно. И нужно работать с семьей, это, наверное, было бы более эффективно. Да, у нас на базе нашего центра, то есть, я помимо того, что работаю с самими зависимыми людьми, еще у нас есть группы для созависимых людей, то есть, для близких людей, у них всегда есть возможность проходить личную терапию индивидуально, и разницы нет, в каком городе находится человек. То есть, на сегодняшний день мы дошли до того, что можно менять жизнь человека, находясь там в разных городах и даже странах. На самом деле. Потому что ко мне обращаются люди, которые живут в Америке, в Германии, в России, в Белоруссии, в том числе, то есть, в разных странах. И когда у человека есть мотивация к изменению в своей жизни, он найдет выход, поверьте мне. А когда я внутри себя не хочу признавать, что мой ребенок вот такой, что он зависимый, максимально пытаюсь закрыть эту информацию от всех, оправдываю поступки, выдумываю какие-то истории. То есть, когда родители сами лезут в долги, в кредиты для того, чтобы погасить долг своего сына в надежде на то, что он перестанет это делать, что он их пожалеет, вот эти слезы, ты нас пожалей, как тебе не стыдно, это все не работает с зависимыми людьми. Абсолютно. Майя, не могу не спросить, вот интересно, какой возраст обычно к вам обращаются в зависимые люди? А я вам скажу, к сожалению, я просто в июне месяце выступала в Астане на форуме, как раз это была тема игромании и подростковой наркомании. За последние несколько лет к нам стали обращаться за помощью родителей, детей, подростков, начиная с 14 лет. Это наркотическая зависимость, это дети, школьники, игровая зависимость в том числе. То есть подростков очень много сейчас. И я очень рада, что этой темой все-таки заинтересовались, потому что практически каждый день мне звонят. Статья недавно вышла в газете «Казахстанская правда» про игроманию. Сейчас есть определенные поправки в законодательстве на эту тему. То есть у нас государство обратило внимание на то, что у нас есть такая серьезная проблема, которая приобретает с каждым разом все больше и больше масштаба. Поэтому я очень надеюсь и на поддержку государства в том числе, и о том, что будет у нас догласка определенная, дабы наши дети, наши подростки, взрослые люди в том числе могли избежать такой болезни, такой тяжелой, сложной болезни, близкие люди в том числе. Или что делать для того, чтобы не столкнуться с этим. То есть занимались самообразованием, своим каким-то, знаете, личностным ростом. Это тоже очень важно, кстати, потому что человек же оправдывает свои поступки ровно когда. Когда ему это удобно, когда его мышление заходит в тупик, в некотором смысле. Поэтому я считаю, что любая зависимость это серьезные ошибки мышления. Срывы, они в том числе имеют место быть. То есть сказать, что человек там прошел курс реабилитации и вот он на всю жизнь больше не будет этого делать, а у близких есть такие иллюзии, вот они надеются на чудо. Особенно, когда приводят к нам пациента, у которого 5-10 лет стаж ставок, потребления, и они хотят за один месяц получить какой-то колоссальный результат и чтобы он на нас выздоровел. Понятное дело, что так не бывает. Нужно быть людьми взрослыми все-таки. На протяжении 10 лет человек приобретал для себя вот такую патологическую привычку избавиться от нее за один месяц, это невозможно. Это фантастика. Это же опять же про магическое мышление. зависимость, она приравнивается к онкологии и диабету. Это правда. По степени тяжести. Потому что зависимым человеком, особенно с игромами, может работать человек только с высокой квалификацией. И никак иначе. Конечно. Потому что это те люди, которые могут обмануть любого психолога, если не надо. Они сами очень хорошие психологи. наши встречи подходят к концу. Я благодарю вас за это интересное интервью. Я думаю, для многих оно было очень полезным. Наши контакты мы оставим в описании видео. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Рада знакомству.